Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про приложение Google Keep. Это приложение заметок от компании Google. Я пользовался огромным количеством разных приложений, они бывали бесплатные, платные, и даже пользовался очень известным. И в некоторых кругах считается, что это самое многофункциональное, самое топовое приложение заметок, именно Evernote. И спустя долгое время использования разных таких приложений, я остановился на Google Keep и считаю их реально самыми лучшими. Давайте разбираться почему. Что такое Google Keep в комплексе? Во-первых, это продукт от компании Google, который является частью экосистемы Google. И для того, чтобы начать пользоваться данными заметками, вам достаточно иметь аккаунт в Google, он же аккаунт для операционной системы Android, он же Gmail, то есть это, по сути, ваша почта на Gmail. После этого вы можете пользоваться заметками в приложении Gmail, вы можете пользоваться заметками в календаре, в Google календаре, если мы говорим о персональных компьютерах. И, естественно, вы можете скачивать приложение Google Keep на ваше устройство. Это может быть смартфон на Android, это может быть iPhone. То есть, по сути, все самые популярные операционные системы могут использовать Google заметки, и они синхронизируются. И это один из самых главных плюсов. Независимо от того, какой операционной системой вы пользуетесь, это может быть Android плюс Mac, это может быть Windows плюс iPhone, Windows плюс Android, Android плюс Mac, iPhone плюс Mac, неважно. Вы можете пользоваться этими заметками и шикарно синхронизироваться. Кстати, многие люди не знают, как же пользоваться Google Keep на компьютере, поскольку нет такого приложения, как Google Keep. Но мы можем воспользоваться веб-приложением, которое будет у нас сформировано из браузера Google Chrome, который является очень популярным, интересным, качественным браузером. Из него можно сделать веб-приложение, которое будет отсылаться непосредственно к заметкам. Вот так это происходит. Итак, друзья, как нам сделать из заметок Google Keep отдельное приложение? Давайте мы в поисковой строке в объем Google Keep найдем, скажем так, сайт, который отвечает за данные заметки. Вот есть отдельный, скажем так, сайт, вот мой Google Аккаунт, соответственно. И чтобы нам сделать из этого сайта, по сути, это сайт, видим, да, сделать приложение, мы нажимаем три точки, дополнительные инструменты и создаем ярлык. Открываем ярлык в отдельном окне. Все, у нас есть теперь веб-приложение. Вот оно. То есть это приложение, которое у нас есть на рабочем столе. Мы можем его закрыть, можем его открыть. То есть это полноценное приложение заметок, которое на самом деле отсылается к сайту keep.google.com. И здесь мы можем писать, редактировать и синхронизировать все это с нашими другими устройствами, с телефоном там и так далее. Абсолютно то же самое можно сделать с календарем. Вот у меня есть приложение календарь. Май, юни, юль, август и все такое, короче. Вот тут мои же заметки, тут же мои задачи. В общем, экосистему Google в полной красе. И это тоже на самом деле веб-приложение. Это всего лишь копия сайта Google Календарь. Но оно есть у меня на рабочем столе, так же, как есть у меня и Google Keep. Вот такая вот штука. Пользуйтесь. Итак, мы с вами выяснили, что заметками Google Keep можно пользоваться практически на любой операционной системе. Единственная система, за которую я не могу сказать, это Linux, потому что там нет Google Chrome, а есть Chromium. Есть ли в Chromium такая возможность, как создать веб-приложение, мне, к моему большому стыду, неизвестно. Но Linux не очень популярная система, поэтому я точно буду прав, если скажу, что практически с любой операционной системой будет работать Google Keep. Что же можно делать в этом самом Google Keep? Ну, естественно, можно писать заметки, очевидно. Но не просто заметки. Можно писать текстовые заметки, можно делать аудиозаметки. Например, вы бежите за автобусом, вам прилетела какая-то гениальная мысль в голову, и вам нужно ее срочно записать, потому что буквально через пару минут вы все забудете. У вас нет возможности написать, но вы точно можете записать аудиосообщение. Причем самое важное, что аудиосообщение сохраняется не только в аудиовиде. Google Ассистент переводит в текст все то, что вы наговорите. То есть у вас будет звуковая дорожка и также текстовая, что очень удобно, и чтобы вы потом не слушали то, что вы наговорили, а просто могли прочитать. Помимо этого, также можно сделать какие-то наброски, рисунки, эскизы, нарисовать треугольник, написать какую-то формулу. Все это тоже можно сделать. И этот функционал предоставляется вам абсолютно бесплатно. Я, конечно, понимаю, что для тех людей, которые пользуются какими-нибудь смартфонами со специальными перьями типа Samsung Galaxy Note, ну или тех, кто использует iPad с возможностью использовать Apple Pencil, наверное, функционала для рисования будет недостаточно. Но это все-таки заметки, в которых мы делаем какие-то наброски для того, чтобы что-то не забыть. Что еще можно делать в Google Keep? В Google Keep также можно делать заметки, состоящие из картинок. То есть вы скачали какие-то картинки из интернета, вы их можете добавлять в собственные заметки и, по сути, создавать такой микродокумент, который будет содержать в себе не только текст. Бывает это очень удобно. Также очень удобно бывает переносить заметку в Google Документ. Я активный пользователь экосистемы Google, я весь в ней, так сказать, и поэтому для меня это является очень большим плюсом. Бывает такое, что ты решил сделать какую-то заметку, заметка растянулась, ты написал уже очень много, и понимаешь, что это тянет уже не на просто на заметку, а на какой-то полноценный документ, который можно где-то опубликовать или кому-то отправить. Ты с помощью всего лишь одной кнопки создаешь на основе этой заметки Google Документ. Это большой кайф, потому что тебе не нужно никуда ничего переносить, копировать. Все бережно, компания Google перенесет из заметок в Google Документ. Все-таки экосистема у Google тоже есть, и она вполне себе классная. Что еще можно делать в Google Keep? Ну, конечно же, можно создавать списки. Идешь в магазин, написал, что нужно купить, чтобы не напокупать и не хватать с пола кучи разного хлама. И, по сути, возможность создавать разные списки могут помочь очень многим людям, которые не особо занимаются планированием, каким-то образом структурировать собственную жизнь. Естественно, для планирования существует много других приложений, о которых я тоже вам расскажу как-нибудь. Это Microsoft ToDo, это Google задачи, это TickTick, это ToDo, ну, естественно, одно из самых популярных приложений, это Wanderlist, и о них вам обо всех скоро расскажу. Ну, так вот, если вы, в общем, не фанат планирования, то Google заметки вполне могут вам так вкратце заменить этот функционал. Чем еще примечательно Google Keep? Вы можете одновременно с кем-то работать над одной заметкой. Например, вы пишете какую-то заметку, и вдруг понимаете, что ваш друг может ее чем-то дополнить или видоизменить. Это может быть какой-то рабочий процесс, или это может быть планирование дня рождения. Вы просто открываете доступ своему товарищу, и он может удаленно редактировать данный документ, что тоже очень-очень полезно. Соавторство Google очень приветствует. Вы можете достаточно сильно видоизменить свои заметки в Google Keep, потому что вы можете отмечать их по цветам. Ну, например, есть какой-нибудь у вас замечательный рецепт бабушкиных пирожков, которые она вам перед своей смертью, например, отдала, и теперь ваша задача ни за что не потерять этот рецепт, потому что он абсолютно уникален. Отмечайте заметку красным цветом, и вы никогда ее не уберете ни в архив, не удалите ничего. Рабочие, например, отмечайте синим цветом, а домашние зеленым цветом. Также заметкам можно присваивать какие-то ярлыки. Есть домашние заметки, есть рабочие заметки, есть заметки, которые касаются исключительно какого-нибудь отпуска. Это все можно структурировать, и это на самом деле классно работает. Есть ли у Google Keep недостатки? У всего есть недостатки. Я прочитал большое количество отзывов в приложении Google Play, которые касались этих заметок, и нашел всего две причины, по которым людям может что-то не нравиться в этих заметках. Во-первых, здесь нельзя сделать внешний вид заметок, чтобы они были чисто по названию. Мы всегда видим и название заметки, и часть текста. Если у вас большое количество заметок, это может быть просто неудобно. Плюс ко всему, существует всего лишь два вида, два внешних вида заметок. Это либо они друг за другом идут по списку сверху вниз, либо они расположены вот такими вот блоками. Хотелось бы, безусловно, немножко большего разнообразия. Иногда приложение вылетает. У меня такое было всего один раз за полгода. Это совершенно не критично. Зашел, вылетело, зашел обратно. Можно это просить, как я считаю, но в отзывах я читал, что да, люди с таким тоже сталкиваются, поэтому стоит компании Google обратить на это чуть более пристальное внимание. Следующая проблема, которую я хотел бы выявить, и это опять же не проблема, а скорее придирка, это то, что Google Keep не устанавливаются изначально почему-то на все Android смартфоны. Компания Google, являясь владельцем и разработчиком операционной системы Android, встраивает свои сервисы, такие как Google Play, Play Films, Play книги, Gmail, во все смартфоны на Android. Но почему-то Google Keep нужно скачивать отдельно. Лично для меня скачать Google Keep абсолютно несложно, но вот есть люди, которые только-только начинают пользоваться операционной системой Android, и они ищут какие-нибудь заметки, и зачастую пользуются теми, которые вкладывают в прошивку производитель смартфона. И чаще всего эти заметки гораздо хуже, и они никак не могут быть синхронизированы. И поэтому я считаю, что компания Google могла бы внедрять это приложение в свою операционную систему как факт, а потом уже человек мог бы для себя сам решить, стоит ли оставлять или нужно обязательно удалить и скачать какой-нибудь Оверноут. Это уже, как говорится, делал каждого. Следующий минус – это отсутствие полноценного приложения для Mac и для Windows. Я, конечно, понимаю, что компания Google раскручивает свою Chrome OS, создает Chromebook, Pixelbook и так далее, где абсолютно вся работа построена на веб-приложениях, а не на десктопных приложениях. То есть я, например, очень долго думал, что на Windows никак нельзя работать с Google Keep, потом открыл для себя веб-приложение. Очень много людей, которые пользуются десктопными настольными компьютерами, тоже не знают, что такое веб-приложение, и этим людям приходится, чтобы пользоваться вот этими заметками на всех своих устройствах, приходится заходить, например, на Gmail, где можно открыть эти заметки. У компании Google есть наверняка свое мнение на этот счет, но мне кажется, что пока люди не привыкли к Chrome OS, пока люди не привыкли пользоваться веб-приложениями, когда для них приложение – это то, что надо установить, а не то, что надо выдрать из браузера, нужно предоставить им возможность скачать приложение из Mac App Store или из магазина приложений Windows, или просто из интернета. Так просто для всех будет проще. Но я в этом видео показал, как вам можно это сделать буквально в два клика, создать веб-приложение, и все-таки это проблема. Все-таки проблема не все у нас настолько прошарены, чтобы этим так хорошо пользоваться. На этом у меня, в принципе, все. Я готов подводить какие-то итоги. Для меня Google Keep – это лучшее приложение заметок. Да, оно не без грехов, но с этими грехами определенно можно мириться благодаря многим вещам. Например, это глубокая интеграция с Android, с экосистемой Google вообще. Это бесплатность, разумеется. Это постоянное обновление. Это огромный спектр функциональных возможностей, о которых я вам только что рассказал. Это на самом деле очень крутой сервис, который я настоятельно рекомендую вам скачать. Сделать это вы можете по ссылке в описании. У меня есть ссылки и на iOS, и на Android-версию. Пользуйтесь, смотрите, тестируйте. Возможно, вы улучшите таким образом свою жизнь, поскольку мне реально по кайфу, как только я стал пользоваться на всех своих устройствах Google Keep, мне стало как-то проще все запоминать, проще что-то не забывать. В связке с Google Календарем работает просто великолепно. Однажды я сделаю выпуск, глобальный выпуск про экосистему Google, почему-то про нее забывают. Мне кажется, что это не совсем правильная экосистема Google, штука крутая. На этом у меня все. Пользуйтесь, наслаждайтесь. Надеюсь, я открыл для вас что-то интересное. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои клевые комментарии. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok